С темой контейнеры в Ажуре. Дмитрий представляет компанию E-Pump Systems, Azure MVP, Solutions Active. Здравствуйте, коллеги. Сегодня мы будем говорить о контейнеризации в Ажуре. Буквально за недели-две до конференции я также выступал с докладом контейнеризации Windows Server 2016. Организаторы просили меня для привлечения внимания написать какой-то или придумать вопрос. Я опубликовал в нашей группе в Ажур кратко. Программист Василий запускал контейнеры во время того, как начала зарождаться новая вселенная. И когда высвободились нейтрино, он их перестал запускать. И вопрос был, сколько контейнеров он успел запустить за этот период. Вы можете придумать какой-нибудь или посмотреть из вариантов ответа, потому что ответ я дам буквально через минут 15, когда мы будем говорить о контейнеризации Windows Server. А пока можете высказать свое предположение. Никто не хочет? 10-8? Ну да, многого мог он запустить, конечно. Хорошее число. Ладно, давайте не будем тратить на это время, а начнем. Меня зовут Дмитрий Дурасов. Я работаю в компании PAM Systems, solution architect, я также являюсь Azure MVP. У меня есть еще несколько Microsoft сертификаций. Моя основная область экспертизы – это облачные инфраструктуры, а также Windows-based IT. То есть я из мира Windows. И мой язык программирования – это скриптовый язык Павершал. Сегодня мы будем говорить о следующих вещах. Я дам небольшое введение в контейнеры. Вообще буквально сейчас в кулуарах перед этим докладом ко мне подошел мой знакомый, говорит, Дмитрий, что же все такое контейнеры? Кто имеет вообще представление, кто может сказать, что такое контейнеры из аудитории? Ну видите, то есть большинство людей, да, и я согласен. Все верно, абсолютно верно говорится. Потому что многие люди слышали контейнеры, даже и представляют, что это. Но знаете, как студент, то есть знаю, но сказать словами не могу. Поэтому буквально пару слов мы скажем об этом. То есть доклад этот по уровню, где-то, наверное, в районе уровня, такой вот, если давать градацию закладов от 100 до 400, где 100 – это такой маркетинговый доклад, а 400 – это сугубо технический, то это доклад где-то уровень, наверное, такой 200. Я специально старался не углублять его, потому что мы говорим больше об Azure, и чтобы был более широкий охват. То есть мы буквально несколько минут поговорим о том, что же представляют собой контейнеры. Поговорим дальше потом о технологиях контейнеризации, которые предлагают нам Microsoft и Azure. То есть это Windows Server контейнеры, это такая вещь, как Container Registry, запуск контейнеров в виртуальной машине в Azure, и уже такие оркестраторы, как Azure Container Services. И совершенно немного мы поговорим о сервисфабрике. Если вы были на предыдущем докладе, у Саши Лайш, это вы могли более детально все это прослушать. Потому что сервисфабрик, он по большой части, ну, он является, конечно, оркестратором, он позволяет сейчас уже запускать контейнеры внутри, но все же это не основное его предназначение. Поэтому мы будем говорить вам совершенно немного, и будет стоять ссылка для самостоятельного изучения. Также вашему вниманию будет предложено, я опубликую эту презентацию сегодня после доклада, некоторые материалы для самостоятельного изучения, и ссылка на книгу. Об этом вы узнаете позже. То есть по окончанию этого доклада вы будете иметь представление, что же собой представляет контейнеризация, и какие подходы есть на сегодняшний день в Azure для контейнеризации. Давайте начнем, перейдем к первой части. Фактически, как заметил один из моих коллег сегодня, контейнеры не представляют собой никакого волшебства, и это лишь одна из технологий изоляции. Она существует довольно-таки, технологии изоляции довольно давно, фактически с появлением операционных систем вы могли использовать контейнеры, даже не подозревая об этом, и ранее, допустим, простейшая ремонт-дестоп-сессия. Это технологии изоляции пользователя. Либо же, допустим, когда вы запускаете и с аппликейшн пул, это тоже технологии изоляции, которая изолирует ваш веб-сайт от других. Если рассмотреть в общем прямую технологии изоляции, то Windows контейнеры и контейнеры Docker на Linux находятся здесь. Фактически, они получают изоляцию на уровне неймспейса. И есть вторая технология изоляции, это Hyper-V контейнеры. Она уже более изолированная среда. О них мы и поговорим. Вообще, следует заметить, что контейнеры, точнее, Docker это не есть контейнеры. Когда многие говорят Docker, они подразумевают контейнер. Docker на самом деле это лишь технология управления контейнерами. А контейнеры предоставляет там уже сама операционная система. И также, говоря о микросервисах, тоже не следует подразумевать контейнеры, потому что микросервисы могут быть запущены необязательно в контейнерной инфраструктуре. Зачем вообще нужны контейнеры и почему столько идет о них сейчас разговоров? Если мы рассмотрим с вами модель зрелости вашего приложения, то Cloud Optimized инфраструктура будет включать в себя приложение, которое полностью переработано и работает с контейнерами, либо же с микросервисами и рассчитано на то, чтобы запуститься в облаке. Но говоря вообще о приложении, об обычном приложении, то большинство компаний сейчас просто перемещают свои активы с он-премис дата-центров в облако и простейший путь, так называемый lift and shift, когда берется просто приложение, как оно есть и переносится в облако в виде виртуальной машины. Следующий уровень дзена, когда каким-то образом в компании внедряется CICD и мы можем наблюдать процессы уже переноса приложений в виде контейнеров, контейнеризацию и переноса в какую-то облачную инфраструктуру. Что вообще нам дает это? По большому счету, если говорить о контейнеризации, это дает возможность запускать наше приложение практически везде и не задумываться о таких вещах, как переменное окружение, о том, что есть какая-то несовместимость в DLL-ках, либо же что-то не установлено. Если оно работает у вас на девелоперской среде, то оно будет работать в облаке. Оптимизируется процесс. Контейнеры отлично подходят под CI-CD-пайплайн, то есть когда мы проверяем наш контейнер и делаем наше приложение, потом упаковываем его в контейнер и дальше оно деплоится в облаке. Но говоря уже о полностью оптимизированных приложениях, которые именно спроектированы для облака, то это уже самая последняя, так сказать, модель зрелости, Cloud Optimized, облачная, Cloud Optimized инфраструктура. То есть приложение наше оптимизировано для облака. Какие минусы здесь? То, что нам нужно существенным образом перерабатывать код, либо же, если это новое приложение, создавать его согласно подходов к размещению приложения облака. Собственно говоря, это небольшая такая вступительная часть. Если у вас, коллеги, будут какие-то вопросы, потому что времени не очень много, то я попрошу вас их оставить в конце доклада, либо же я буду доступен после доклада, вы можете подойти ко мне, и мы с радостью с вами все обсудим. Давайте перейдем теперь дальше. А перейдем мы к второй части доклада, это Windows Server Container. Собственно говоря, доклад сам по себе построен как бы от основы к более высоким абстракциям. То есть начнем мы фактически с Windows Server Container. То есть с тех контейнеров, которые устанавливает у себя разработчик, либо же если вы запускаете контейнеры в инфраструктуре он-премис, то они будут запускаться там. Какие есть типы контейнеров? Фактически Windows Server предлагает нам два типа контейнеров. Это контейнеры Windows Server, и это второй тип контейнера, те же Windows Server, но запущенные в режиме изоляции, в режиме Hyper-V изоляции. Давайте немного поговорим о Windows Server контейнерах. То есть основной рекомендованный тип контейнеров, это Windows Server контейнеры, которые запускаются без режима Hyper-V изоляции. Они работают гораздо быстрее. Фактически они запускаются на хосте. Общее ядро идет у них. И изолируется namespace и изолируется на уровне процессов. Если рассматривать границы безопасности нашей системы, то граница безопасности будет хост. Если вы используете, допустим, какие-то различные приложения, то есть приложения различных клиентов на одном хосте, то это не рекомендованный сценарий. Потому что если какое-то приложение будет атаковано и получит доступ к ядру, то злоумышленник может получить доступ ко всей вашей системе и ко всей контейнерам вместе взятыми. Поэтому здесь следует применять эту технологию с некоторой осторожностью. Графически, если же посмотреть, то контейнер представляет собой изолированные процессы и изолированный полностью namespace. Я не буду углубляться в подробности изоляции, потому что на эту тему есть у меня отдельный часовой доклад. Но технологии изоляции namespace работают очень хорошо. Потому что контейнер имеет доступ к весьма ограниченному пулу системных ресурсов. И они обеспечиваются через доступ по символенным линкам. Но общее ядро – это минус и минус и плюс этих контейнеров. Почему минус и плюс? Плюс потому, что имеется общий доступ к памяти, и контейнеры при запуске используют общую память, то есть прекэшированную память, и запускаются очень быстро. Минус, соответственно, злоумышленник, либо же наш код может обрушить всю систему. Следующий тип контейнеров – это контейнеры хайперви-изоляции. Они не имеют общее ядро. И фактически представляют собой запуск вашего приложения в специальной оптимизированной виртуальной машине. Здесь идет изоляция на уровне ядра и идет изоляция на уровне самих контейнеров. То есть контейнеры и ядро, ваш хост, изолированы друг от друга. Хост и контейнер могут иметь разные версии ядра. Это позволяет, в частности, запускать вам хайперви-контейнеры Windows сервера на вашей рабочей станции под управлением Windows 10. Они запускаются на Windows 10 под Enterprise Edition и Professional. Под домашней редакцией Windows 10 контейнеры вы не запустите. Где рекомендуется применять? В каких сценариях хайперви-контейнеры? То есть это, опять же, технологии, где требуется так называемая многоарендная архитектура, где используется множество клиентов, запускаемых на одной виртуальной машине. Допустим, в Azure контейнеры применяются в режиме хайперви-изоляции в Azure Container Instances. Есть такая служба, о которой мы поговорим чуть позже. Либо же ваше приложение имеет какие-либо законодательные ограничения по запуске в изолированной инфраструктуре. Допустим, вы процессите какие-то личные данные, либо же данные банковской информации. То есть здесь вам необходимо и ваше приложение, соответственно, попадает под регуляцию того или иного законодательства и требования к сертификации. Фактически хочется сказать, что образ операционной системы одинаков. И единственное, как запускать контейнер в режиме хайперви, либо же в обычном режиме, это выполняет ваш инженер, который запускает код в инфраструктуре, либо же вы. Фактически это однострочка. Изолейшн хайперви. По умолчанию, если без нее запускать, в Windows сервере вы будете запускать в режиме Windows Containers. Но если вы запускаете в режиме, точнее, хост у вас идет Windows 10, то вам не надо писать эту строчку, они и так запустятся в режиме изоляции хайперви. Здесь мы видим, что сами контейнеры и сам хост имеют совершенно разные версии ядра и общие у них только хайпервизор, который, собственно говоря, обеспечивает работу контейнеров. На этом слайде представлено сравнение двух технологий гиперви контейнеры и Windows контейнеры. То есть, опять же, Windows контейнеры шарят общее ядро, хайперви контейнеры представляют собой специальную версию виртуальной машины. А теперь давайте перейдем к производительности. И я дам ответ на тот вопрос, который был в самом начале. Windows сервер контейнер запускается, это полностью готовый контейнер с Node.js, который уже готов к workload. Запускается за 600 миллисекунд. Плюс-минус. Эти данные взяты на стандартном сервере HP. Hyper-V контейнер запускается дольше, около двух секунд. Собственно, Microsoft работала очень много, чтобы оптимизировать скорость запуска контейнера. В частности, виртуализированный реестр, опять же, частичная виртуализация файловой системы, общие технологии памяти. Все это привело к тому, что он запускается очень быстро. И это позволяет динамически запускать ваши контейнеры on-demand по запросу и уменьшать стоимость итогов вашей инфраструктуры. Потому что, допустим, те же контейнер instances считают посекундно каждую секунду запуска вашего контейнера. Если контейнер отключен, то, соответственно, вы ничего не платите. Вы можете запускать их по запросу, вы можете расширять свою инфраструктуру по запросу фактически незаметно для пользователя. Потому что за 600 миллисекунд вы получаете новый контейнер. И это действительно быстро. И, отвечая на вопрос, правильный ответ, он запустил около трех контейнеров. Потому что, если смотреться этот процесс, до того, как нейтрины стали образовываться, фактически он занял около двух секунд с момента зарождения Вселенной. И, соответственно, если контейнер запускается за 600 миллисекунд, то приблизительно три контейнера наш Василий успел запустить. Но, говоря о скорости, следует также говорить о потреблении ресурсов. Windows Server Container является наиболее, в режиме наносервера, наиболее оптимальным и потребляет всего лишь 120 мегабайт. Следует также заметить, что Microsoft выпустила новую версию наносервера. Она называется Windows Server 1709. Фактически этот образ занимает память около 70 мегабайт и работает на 60% быстрее. Я не производил еще тесты с ним, потому что он относительно недавно вышел, но он действительно очень маленький и работает действительно быстро. И также появляется возможность запускать Linux контейнеры в Windows Server 1709. Несколько слов о совместимости. Собственно говоря, Windows контейнеры полностью совместимы, они запускаются на Windows хостах. Windows контейнеры, Hyper-V контейнеры совместимы. Вы можете на Windows хостах запускать только Windows контейнеры. Ну, за исключением версии 1709, которую совершенно вышло недавно. То есть, соответственно, на Linux хостах вы можете запускать только Linux контейнеры. Фактически контейнер при запуске в режиме Hyper-E работает в режиме так называемой паравиртуализации, либо же вложенной виртуализации, или nested virtualization на английском. То есть, когда мы запускаем виртуальную машину, в виртуальной машине. Это появилось в сервере 2016, nested virtualization, но довольно давно уже работало в продуктах VMware. Пару слов о стеке управления. В самом начале, когда выходил 2016 сервер с Technical Preview 3, было доступно два стека управления. Это стек PowerShell и второй стек Docker. Они были с друг другом несовместимы. Но Microsoft сделал выбор, в пользу докера, потому что гораздо более распространены эти продукты, не стали они изобретать свой велосипед, и выпустили специализированный докер, который интегрирован в Windows. То есть, это докер не для Windows, это полностью часть Windows. Это не fork, это фактически он полностью портирован под Windows. Тот же API позволяет запускать те же утилиты, построен на родной технологии Windows. Что здесь можно сказать? То есть, если вы работали с докером, то фактически работает тот же докер-клиент, который использует службу контейнеризации, так называемый compute-сервис, в операционной системе. Работают абсолютно так же нативно докер-композ, докер-регистри и докер-сворм. Вы увидите демонстрацию докер-регистри в следующих слайдах. Если же сравнивать работу Windows и Linux контейнеров, то, в принципе, мы имеем абсолютно тот же API у докер-клиента и у всех остальных служб, и уже платформ-специфичные демоны для Linux, либо же сервисы для Windows, и самооперационную систему. То есть, работая с докером Windows, вы работаете с абсолютно привычной средой под тем же фактически запущенным. Ну и буквально одно слово, каким образом основаны, работают виртуальные сети, как организовано сетевое взаимодействие. Фактически контейнер эмулирует, ну не эмулирует, а через Hyper-V ему предоставляется свой сетевой адаптер. И с помощью команд-летов повершил, которые указаны буквально пару слайдов назад. Вы можете посмотреть и сконфигурировать сеть, ну либо же можете конфигурировать ее также через саму оснастку Hyper-V. На этом о технологии контейнеризации по Windows серверу все. И мы перейдем с вами к демонстрации. Демонстрацию я буду делать на своей рабочей машине под управлением Windows… Темновато, видно. Под управлением Windows 10. С вашего позволения я присяду. И мы здесь… В чем она заключается? То есть мы создадим контейнер, потом… Так, по времени нормально. Потом мы его закинем в… Создадим, сделаем ииспоставим на него, запустим самый простой сайт и просто запустим этот контейнер. Знаете, что я думаю даже… Я думаю даже, что у нас чуть-чуть маловато времени. Поэтому, ну тем не менее, что-нибудь сейчас начнем делать. Я буду смотреть, насколько я успеваю по времени. Потому что демонстрации у меня все эти также записаны на случай нехватки времени в слайдах. Что? Хорошо, постараемся сделать это все быстро. Сейчас я чуть-чуть увеличу здесь этот шрифт в консоли, чтобы было в нем что-то видно. Так. Если у кого-то сейчас есть какие-то вопросы, то вы можете их пока задать. О. Слушаю вас. У меня есть вопрос на счет безопасности. Каким образом… Вообще, есть ли возможность создавать… Ну, не создавать, а использовать учетные записи AD-шные в контейнерах? Отличный вопрос. У меня специально приготовлен слайд для этого. Потому что я не включал просто презентацию. Да, короткий ответ можно. В Windows контейнерах вы можете использовать. Есть интеграция, вы можете более того безопасно хранить. Фактически ваши контейнеры будут принадлежать какой-то группе, использовать групповой аккаунт. И вот дальше для аутентификации. Так, наверное, нужно здесь сделать режим раздваивания экрана. Вы сказали, что докер-контейнеры под Linux, под Windows сейчас работают одинаково. Можно ли шарить куски файловой системы с помощью волиумов, если внутри контейнера Linux, а хост виндовый? Ну, вообще на одной системе, если брать на одной конкретной системе, вы можете запустить либо же контейнер Windows и запускать дальше контейнеры Windows, либо же контейнеры Linux. То есть вы не можете запустить два контейнера. Вы должны переключиться в режиме. Но условно говоря, если на одном хосте у вас контейнер Windows, на другом контейнере Linux, если вы настроите между ними то, что они будут видеть друг друга по сети, будут знать свои айпишники, то Windows контейнеры поддерживают режим SMB. То есть по самби вы можете шарить. Волум вы пошарить, наверное, не сможете. Ну, соответственно, вы можете подключить волум по айсказе, условно говоря. Никто не мешает вам из контейнера подключиться по айсказе, к такому-то луну. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, как в Windows Server контейнер происходит изоляция каких-нибудь устройств? Например, если мне нужно в контейнер пробросить какое-то USB устройство. И есть разные, ну как бы… Ну, например, в каждом контейнере будет софт, который должен работать с одним USB устройством. А устройства разные, и они должны быть изолированы друг от друга. Так, ладно, вернемся тогда. Хороший вопрос у вас. Я чувствую, что мы не успеем сделать. Я вам покажу сейчас. Это другой немножечко доклад, который идет непосредственно по Windows Server контейнерам. Но раз вопросы есть, то я его покажу так. From current slide. Что сейчас там видно у нас? Object namespace. Отлично. Значит, есть такая абстракция, называется Sile. Или хранилище. Фактически, если вы посмотрите ресурсы, которые доступны вашей операционной системе, есть такая утилита, называется она Object Explorer. Она недоступна в общем доступе. Собственно, она у меня тоже недоступна. Я делал снимки экрана с записи инженера Microsoft. Сама операционная система видит все ресурсы, которые предоставляются, ядро, то есть видит все ресурсы, которые предоставляются операционной системе, как ни странно, с помощью стандартной нотации, как в Linux, то есть слэш-слэш. Но дальше уже для пользователя она представлена как абстракция дисков и всего остального. Всего, вся ядро, запущенное вот этого утилита Object Explorer, видит порядка 200 различных объектов. То есть это ваше устройство, там драйверы, а сами контейнеры находятся вот в этой вот части Sile. И сами контейнеры, к ним идет доступ очень ограниченного количества устройств и только через символьные линки. Это технология изоляции контейнера. То есть USB-устройство, оно ваше не увидит подключенное, контейнер. Я ответил на ваш вопрос? Этот доклад, я буду его читать чуть позже. У нас на, либо же на Azure метапе, либо же на .NET метапе. Следите за, он на час и очень подробно рассказывает о технологиях контейнеров. Так, давайте к этому пока отключим. Вот, давайте передвинем уже сюда, и ладно. Так будет хорошо, правда я не вижу, что печатаю. Нет. Не хочется дублироваться у меня экран. Сейчас еще раз попробую, я извиняюсь за... Display settings show only on one. Наверное, show only on two. Дубликейт дисплейс. Отлично. Итак, давайте параллельно здесь ее запустим и запустим нашу дему. Тот же синтаксис докера. Отлично. Слушай, ну если что-то не сделал, я дублирую, но оно почему-то не дублирует их. Одну секундочку. Так, еще один раз. Если нет, буду показывать с тех слайдов, что есть. Дубликейт дисплейс. Отключите пока презентацию. Отключите пока презентацию. П. П. Дубликейт стоит. Видно? Видно. Отключите пока презентацию. Нет, презентация нам нужна. В презентации стоят шаги демо нашей. Здесь там 4 демо стоит, я их наизусть все не помню. Фактически мы видим с вами в нашем репозитории локально есть три контейнера. Вот этот контейнер мы будем закидывать в облако, поэтому он у нас уже здесь есть. Просто он весит порядка 250 мегабайт и будет долго закидываться. Следующий шаг. Мы берем, запускаем наш контейнер на хосте непосредственно. Далее. Запускаем консоль повершила в контейнере. Сейчас она запустится и запускаем и из-под ней. Где же наш контейнер? Пока еще запускается. Вот она. Вот она. Еще пока не реагирует на ввод. Вот этот вот ключ, который мы запускали, TY, то есть позволяет работать... Это он не выполнит у нас. В режиме TTY, или TYP с контейнером. То есть сейчас мы устанавливаем на наш контейнер сервер-корп, веб-сервер. И следующим шагом мы уберем наш... Давайте пока вопросов, пока идет установка. Она будет где-то минуту или две. Поиск вопросов. Большого вопроса. Долгий старт демонстрации немного утомил. Приношу извинения за это. Давайте, может быть, ее... Прогоним все же, наверное, по слайдам, потому что время маловато у нас идет. Наиболее интересной части, если вы скажете, хотите посмотреть демо, я его с удовольствием сделаю. Что время сейчас 55 минут, и фактически осталось 20 минут. Ладно, доделаем хоть один контейнер до конца. Все, установилось. Удаляем нашу страницу по умолчанию и создаем. Так, не докопировало оно. Рут. Дальше идет. И старт. старт htm. Да, я его удалил. И смотрим ipconfig, какой ip-адрес у нашего контейнера. Вот он. смотрим, то есть, вот, фактически, это наш сайт. Работает он здесь. Что мы делаем дальше? Дальше я уже начну с презентации. ip-extend. Потому что это будет побыстрее. Потом мы останавливаем контейнер, создаем новый образ из нашего контейнера. Нам нужно посмотреть для этого, какой ID у контейнера здесь. И этот ID употребляем. создав образ, он появляется у нас в наших Docker images. После чего, собственно говоря, все работает. И запускаем наш контейнер из образа. Давайте перейдем к следующей части. То есть, создали мы контейнер у нас. И следующая часть, которую предлагает нам Azure, это Azure Container Registry. Что это такое? Это хранилище для контейнеров. Хранилище, к которому мы имеем доступ, и через которое мы можем публиковать свои контейнеры во все остальные ресурсы. Фактически, объем по умолчанию там идет 100 гигабайт. И вы работаете со стандартным интерфейсом докера. Опять же, здесь идет демо. Нормально. Будем смотреть на скриншоты, потому что по демо мы не успеем все это делать. То есть, это вид Azure Docker Registry из портала. Мы можем получить ключи, которые нам необходимы для того, чтобы публиковать и иметь доступ к ресурсам Registry. Выполняется, нам надо, чтобы туда закоммитить контейнер, нам нужно туда зайти. Мы выполняем команду докер логи. Создаем алиас для нашего контейнера, то есть, это имя контейнера и имя Registry. И с помощью команды докер пул мы его туда закидываем. Пуш, фактически, на быстром интернете это занимает пару минут. Размер контейнера идет порядка вот этого вот 250 мегабайт. Хотя сам контейнер Windows Server занимает там около 10 его. Передается лишь малая его часть, которая представляет собой разницу между основным образом и тем, что мы сделали. То есть, добавили и поменяли сайт. После чего мы можем видеть наш контейнер в Registry. Здесь создан репозиторий SJD Беларусь и там есть наш контейнер. Следующая возможность, которая предлагает нам Azure, как мы можем еще запустить контейнеры. Сейчас мы запустили контейнер локально. Это запуск контейнера в виртуальной машине. Технология вложенной виртуализации, как я уже говорил на предыдущих слайдах, работает в сервере 2016 и анонсированы типы виртуальных машин, которые позволяют его запускать. То есть, это два типа виртуальных машин. D и E инстансы третьей серии. В принципе, цена у них такая же, как у всех остальных D или E инстансов, только вам нужно убирать третью серию. Самая дешевая стоит, по-моему, в районе 140 долларов в месяц. Это стандартная цена. Демонстрация здесь идет следующая. Мы просто рассматриваем сценарий развертывания нашего образа, который мы подготовили через Azure Registry на виртуальную машину. Это типовой сценарий, который вы можете применять у себя в инфраструктуре, либо же применяется в каких-то CI, CD сценариях. Мы только что поместили наш образ в Azure Container Registry и оттуда же мы заходим на нашу виртуальную машину, мы его скачиваем, и запускаем. Демонстрация включает все следующие шаги. Мы заходим на нашу виртуальную машину, смотрим, какие у нас доступны образы, скачиваем их, запускаем контейнер и валидируем. В принципе, оно все работает, поверьте мне. Если кто-то хочет удостовериться либо поиграться, я могу дать доступ. Я просто эти машины потом удалю. то есть мы заходим на наш контейнер регистры с нашим логином и паролем. Можем видеть, какие там есть образы и скачиваем наш образ. Если вы видите, то вот здесь вот идет already exist, already exist. Это две части имиджа контейнера. Первый из них это Hypervivium, а второй часть просто Windows контейнер. И вот эта вот третья часть это лишь разница, которая у нас идет. Она занимает 250 мегов. То есть не качается весь наш огромный образ там 10 гигов или там гиг, если Windows наносервер контейнер. А качается всего лишь малая часть его. Имидж скачивается, распаковывается и он у нас есть в машине. Опять же запускаем его стандартной нашей командой, смотрим IP-шник и можем его видеть. Следующая часть, она идет в превью, это Azure Container Instances. Собственно говоря, это служба, которая позволяет запускать контейнеры в Azure. Это нам не нужно знать о каких-то оркестраторах, о сформах и обо всем остальном. Мы хотим просто запустить наш контейнер по-быстрому в Azure. Для этого есть эта служба. Хочу сказать, что она в превью. Демо я здесь записывал, но мой контейнер там не запускался. Почему он не запускался, я не знаю. Но запускаться должен. Я покажу чуть-чуть дальше вот этот слайд, я покажу. Не слайд, а скрин. Контейнеры все запускаются в режиме Hyper-V изоляции. Это требование безопасности. То есть контейнеры все изолированы друг от друга. Microsoft это по большому счету какой-то шарит хостинг для контейнеров. Очень удобно для сценариев быстрого развертывания. Какие ограничения есть? Объем памяти идет от гига до трех с половиной гигов и до четырех CPU идет. Как идет оплата этого всего? Считается посекундно за каждый гиг памяти и считается посекундно за каждое запущенное ядро. Сколько работает контейнер. А также еще берется небольшая оплата за запуск самого контейнера. то есть там небольшая на самом деле тысячные доли доллара. Фактически в среднем если у вас контейнер работает с такой средней нагрузкой то приведены сценарии использования порядка 12-15 долларов в месяц. Вот. Давайте посмотрим дему. Как же она создается? Вы заходите в портал там будет эти превью выбираете репозиторий указываете пароль логин ресурсная группа может быть та же и дальше вы выбираете тип контейнера. Вы можете запустить windows или linux контейнера. Если вам требуется публиковать контейнер наружу то выбираете публичный ip-адрес. контейнер валидируется и запускается. Но он сейчас у меня находится запустил даже несколько штук почему-то они у меня все находятся в режиме waiting. Когда я пытаюсь зайти на него то есть по этому адресу у меня выскакивает ошибка по тайм-ауту. То есть что-то здесь не работает с моим контейнером. Но опять же эта служба идет сейчас в превью поэтому это вполне допустимо что что-то в ней может и не работать. Может если вы запустите какой-то линукс контейнер то оно и будет работать. Давайте перейдем дальше к основной рекламируемой microsoft вещи это Azure контейнер сервис что же он собой представляет фактически Azure контейнер сервис представляет собой оркестратор который запускает ваши контейнеры. И выглядит это как если вы работали с Azure и знаете что такое запуск ресурсов через ARM шаблоны то это какой-то унифицированный универсальный ARM шаблон который развертывает всю необходимую инфраструктуру контейнеризации для вас. Чуть позже мы об этом как раз все увидим. Какие есть типы этих оркестраторов? Есть три типа Azure контейнер сервис оркестраторов. Это Kubernetes это DCOS от Mesosphere и Docker Swarm. Windows контейнеры можно запускать только в Kubernetes. Остальные Docker Swarm и DCOS не позволяют запускать нам Windows контейнеры. Возможно через какие-то кастомные ноды если вы запустите и сконфигурируете самостоятельно свой кластер может быть как-то и получится у вас туда добавить Windows ноду. Но из коробки позволяет выбрать Windows ноды только Kubernetes. И также идет отдельно такой оркестратор как сервис фабрик. В нем я практически не буду упоминать его в этом докладе потому что все же он в основном сервис фабрик заточен на микросервисы. Но также сервис фабрик может позволить вам запустить контейнеры внутри себя микросервисы в контейнерах. Эта возможность появилась совершенно недавно. Сейчас компания Microsoft в прошлом году поглотила такую компанию Days которая разрабатывала усиленно различные платформы под Kubernetes. и поэтому весь фокус у Microsoft сейчас идет в Kubernetes. Даже свой Azure контейнер сервисы они сейчас переименовали в AKS. Очевидно с упором на Kubernetes. если вы открываете новый контейнер сервисы в Azure который находится в preview то там есть только Kubernetes. Остальные вот эти Mesosphere Docker Swarm очевидно в ближайшем будущем от них перестанут призывать либо будут отказываться. Сейчас весь фокус сделан на Kubernetes. Что собой представляют эти сервисы с точки зрения инфраструктуры. после развертывания Azure появляется ряд объектов это виртуальные машины хранилища сетевые интерфейсы балансировщики нагрузок. Как я уже говорил это просто ARM шаблон который запускает развертывание инфраструктуры из самого портала из Azure портала никакого менеджмента для данных оркестраторов нет. Вы просто заходите на указанный IP адрес и используете сами нативные тулы этих оркестраторов. То есть фактически это просто шаблон который развертывает для вас инфраструктуру. Как правило архитектура у всех оркестраторов в чем-то схожа. Она имеет какой-то балансировщик нагрузок спереди который будет раскидывать ваш трафик на контейнеры. Она имеет виртуальную машину которая является мастер нодой и какие-то виртуальные машины где запускаются сами контейнеры. В DCOS и в сворме схожая архитектура схожие ресурсы. Есть некоторые различия но в принципе здесь о них можно не упоминать. Единственное что ноды которые запускаются у кабернетиса вы можете выбирать либо же Windows нода либо же Linux. У остальных запускаются только Linux ноды. Далее приведен просто типовой сценарий развертывания через опять же CI CD pipeline для ops тима вашего для DevOps вы можете использовать практически те же тулы которые работают у вас. Более того Microsoft при разработке использует open source тулы в частности они допустим используют Jenkins. Я думаю что есть интеграция и с проприетарными какими-то продуктами типа TeamCity и далее в примере приводится референсная архитектура приложения в контейнерах. Я даю ссылку на нее дальше и есть книга которая описывает фактически это приложение электронного интернет магазина развернутого в среде либо же вы можете развернуть в кабернете либо же в сервис фабрики. Буквально пару слов о сервис фабрики фактически в нем есть возможность запуска контейнеров я ее честно скажу я не пробовал запускать контейнер вот это возможность появилась относительно недавно но это такой же оркестратор как все остальные но упор у сервиса брика все же идет на запуск микросервиса предлагаются некоторые материалы для самостоятельного изучения в первую очередь опять же это будет опубликована презентация вы можете ее потом скачать есть отличный образцы архитектуры это dotnet architecture есть масса литературы и книг по ним также книга которая я говорил доступна для бесплатного скачивания это модернизация и разработка ваших dotnet приложений для windows контейнера и вы можете самостоятельно если у вас есть желание попробовать развернуть это приложение в среде кабернетиса либо же в среде сервис фабрика в принципе это все что я хотел сказать если у вас есть какие-то вопросы то я сразу с них отвечу спасибо большое за лекцию есть такой вопрос можно ли использовать несколько уровней вложенности контейнеров друг друга при программной изоляции и знает ли контейнеризованная среда о том в каком режиме она запускается или может узнать в режиме хайпер-в или в режиме программной изоляции знаете скорее всего сама среда знать не будет возможно по каким-то особенностям доступа к тем или иным ресурсам если мы сделаем какой-то тест внутри мы сможем узнать но сама среда видит просто хост с вашим одним там сепию и доступ к ресурсам к реестру мне не совсем понятен первый ваш вопрос запуск еще одного контейнеризованной среды внутри контейнеризованной среды то есть вложенная одна в другую я понимаю о чем вы говорите но сейчас технология вложенной виртуализации позволяет вам запускать только одну виртуальную машину в виртуальной машине более того можно ли запустить еще одну виртуальную внутри этой ну в microsoft нет потому что эти виртуальные машины просто вам не даст установить на нее даже если вы просто грубо говоря установите сервер в контейнерной операционной системе которая оптимизирована вы это точно сделать не сможете там нету роли такого кайпервизора в принципе внутри но если вы просто установите полноценный сервер в виде вложенной виртуальной машины вы это можете сделать допустим на ноде на виртуальной машине в эжере то еще одну виртуалку внутренном установить не даст в режиме не хайпервиз а в режиме в режиме windows контейнера но windows контейнер запускаясь на вашем хосте он использует сервисы хайпервиз он использует там сетевой адаптер он использует компьют сервис и в контейнерной операционной системе в этом имидже это специальная операционная система которая очень сильно обрезана и в ней убраны все ненужные функции то есть она не позволит это запустить спасибо за доклад скажите пожалуйста допустим консольное приложение запущенное в контейнере оно работает все хорошо взлетает как выключить его точно так же аккуратно потому что на данный относительно недавно windows контейнер при допустим выключении просто ну когда вызываем стоп он не передавал сигналы процессом он не передает терм ну вообще в принципе если у вас консольное приложение с которым вы работаете есть такой режим запуска докер ран по-моему черточка rm которая автоматически будет выключать контейнер когда вы выходите из консольного приложения то есть вы можете просто набрать но вы в нем находите вы набираете там exit и вы выходите из него ну вы можете в этом контейнере выполнить любую команду с помощью докер run вы можете выполнять докер в контейнере команду какую-то то есть создайте скрипт поместите в этот контейнер который будет делать какой-то graceful шутдаун вашего приложения выполните его так вам не сигналы вам надо скрипт запустить внутри скрипт запускается выключится и все почему вы считаете что он не будет так работать нет но если она у вас по какой-то причине не работает значит ну к процессу вы можете поставить внутри контейнера скрипт который будет назовите его допустим там turnoff скрипт и вы же можете вызывать но приложение которое запускается внутри контейнера оно имеет доступ ко всем процессам контейнера но если он не передает то значит какая-то ошибка либо же баг либо же вы как-то делаете неправильно вызов вызов control c я не уверен что control c передается по тетивая потеряет ну давайте вы подойдете ко мне после давайте вы подойдете ко мне после доклада мы с вами запустим консольное приложение прямо из контейнера и посмотрим как можно из него выходить еще вопросы спасибо дмитрий за доклад выберите пожалуйста лучше вопрос выберите лучший вопрос лучший вопрос лучший вопрос наверное был про технологии изоляции я не помню кто его задавал это это мне или это вопрос ваш вы коллеги получили представление контейнеризации небольшое после этого будет еще доклад по windows сервер более детальным контейнером он будет наверное в декабре